Продавец продал свою машину покупателю. Через некоторое время в суд обратилась жена продавца с иском о признании купли-продажи машины недействительной. Суд удовлетворил исковое заявление гражданки, так как выяснилось, что продавец на момент совершения сделки был признан недееспособным, а его жена является опекуном. В данном случае было потеряно только время, но последствия могут быть более плачевными. Сегодня мы поговорим о том, в каких условиях договор может быть признан недействительным, какие последствия возникают в случае признания договора таковым. Недействительность договора приводит к невозможности его исполнения, а перечень оснований для признания договора недействительным содержится в параграфе 2 главы 9 и статье 431.1 ГК РФ. При наличии оснований признания сделки недействительной ее можно оспорить. Некоторые сделки признаются ничтожными, то есть являются недействительными и с момента их совершения, и не требуют судебного оспаривания. Так, нормами гражданского законодательства выделены следующие условия для признания сделок недействительными. Если договор совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Договор был совершен с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. Договор был заключен гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Договор заключен несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. Данный перечень не является полным. Со всеми основаниями для признания договора недействительными вы можете ознакомиться в статьях Гражданского кодекса. Для того, чтобы оспорить заключение договора на кабальных условиях, необходимо доказать совокупность всех обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 ст. 179 Гражданского кодекса. Для обоснования невыгодных условий в суде нужно привести доказательство, что условия договора не соответствуются интересам компании и существенно отличаются от условий аналогичных договоров. Рассмотрим примеры. Основаниями признания кредитного договора недействительным являются Несоблюдение письменной формы, Нарушение требований закона или иного правового акта, Недееспособность, либо ограниченная дееспособность заемщика. Кредитный договор заключен под влиянием обмана заемщика. И иные основания. Недействительность договора при наличии на то оснований устанавливается в суде, либо признается в силу закона. Недействительные сделки могут быть оспоримыми или ничтожными. В первом случае договор признается недействительным в судебном порядке, а во втором случае в несудебном порядке. Недействительность договора вытекает из закона. Договор признается недействительным с момента его совершения. Последствиями признания договора недействительными являются Реституция Восстановление статуса квор изначального положения сторон до момента заключения договора. Стороны договора должны возвратить все полученное по сделке, признанное недействительным, или компенсировать в денежном выражении, если нельзя вернуть в натуре. Взыскание реального ущерба и убытка По общему правилу, срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет 3 года, а по требованию о признании оспоримой сделки 1 год. Если у вас есть сомнения при совершении сделки, что впоследствии она может быть признана оспоримой или ничтожной, обратитесь за консультацией к специалистам компании Роско. Мы поможем сократить все перспективные риски, получить от контрагентов желаемый результат и избежать неоднозначных решений и толкований в договоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова